Рената Ктуганов, креативный директор игры элитарного клуба «Что, где, когда» в Новосибирске. По московской франшизе. Да, соответственно, где? В студии Радио 54, когда? Прямо сейчас в прямом эфире. Доброе утро, друзья! Здравствуйте, друзья! Всем привет! Очень приятно поговорить с умными людьми. С умными людьми, да? Ну, чувствуешь себя сразу так себе. Да почему? Да ладно. Ты нормально себя чувствуешь? Я вообще отлично. А, ты хорошо, я тебе завидую. Ну что, давайте обсуждать. Нам интересно, насколько отличается то, что мы видим в телевизоре, от того, что мы можем сами посетить в Новосибирске. Ну, мы стараемся сделать так, чтобы это никак не отличалось. Тоже бабочки, все дела. Нет, полностью троискот. Опять же, для тех, кто ни разу не был, и все, вот этот стандартный набор вопросов, а если гонг, черный ящик, бабочки, люди в красных жилетках, все полностью. Есть, собственно, в этом и суть даже не столько эта франшиза, сколько лицензия. Мы купили лицензию, заключили договор на организацию мероприятия в формате произведения, как это называется, что, где, когда полностью, как там, стараемся делать. И ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай. Обязательно. Александр, приходите к нам в гости, и вы поймете, что даже красивее, чем вы поете. Это неудивительно, петь красивее Саше, это легко. Когда мысль «Черный ящик», я все время хочу прям подскочить и танцевать под эту музыку. Ну а насчет участников, есть постоянные какие-то такие группы, которые вот уже маститы и знатоки новосибирские, которых трудно победить, наши местные герои? Конечно, конечно, они есть, и это все-таки клуб, что где когда, и у нас есть некая клубность, и поскольку мы существуем уже третий сезон, сейчас начинается в восемнадцатом году, за это время уже сложились там и лидеры, и какие-то уверенные команды, которые занимают хорошие позиции у нас, и да, уже, и более того, есть даже известные зрители, потому что у нас все зрители, которые к нам приходят на игры, также участвуют в игре, они могут отправлять смс с правильными ответами, и потом в конце игрового дня определяется лучший зритель, который отправил больше правильных ответов, и уже там тоже есть известные люди, и многие соревнуются, ну, и между собой, и ждут, смогут ли они победить определенного человека, который довольно часто выигрывает. Да, ну и потом у нас есть система, это турнирная система, то есть это в начале года заявляет за схема сезона, и по ней происходят игры, поэтому команды все известны, буквально вот, сейчас уже известны все команды, практически. Близится новый сезон, да, как, каково сейчас, старички играют, новички, какие-то особенные фишки вы для них приготовили, чего раньше не было? Мы приготовили для них, безусловно, фишку, которая многих удивила, у нас есть система рейтингов, то есть команды, которые самые сильные находятся в вершине рейтинга, там послабее, ниже, и вот весеннюю серию мы играем по обратной схеме рейтинга, то есть команды, которые самые сильные играют первыми, а которые по рейтингу ниже играют последними, а это очень влияет на дальнейшую турнирную расстанут. Вот у нас первая игра, которая пройдет 21 марта, там играют две самых сильных команды прошлого года. Из вашего рассказа, Виктор, я поняла, что необязательно участвовать можно и посмотреть, и это тоже интересно. Конечно, конечно. Что кроме смс могут делать зрители, почему интересно ходить на них? Во-первых, это просто очень интересно погрузиться в ту самую атмосферу, у нас обязательно там заявлен черно-белый дресс-код, как с Александром говорили. И для зрителей тоже. И для зрителей тоже. Потому что должна быть картинка, должна быть атмосфера. Если вы посмотрите фотоотчет с нашей игры, то это интересно. Все цирильно, да? Ну, это да. Он уже называется элитарный клуб, что они никогда на себе. Как-то симпатично. И гости, приходя туда, попадают в атмосферу настоящего, что где-когда. Единственное, может быть, не так тесно, как в нескучном саду в Москве. И нету господина Борщевского тоже. Ну, свой господин Борщевский есть. Безусловно, защитники интересов, они есть. Никуда не деться. Да. Насколько трудные вопросы? Кто их придумывает? Из какой области чаще? Это любимый вопрос Виктора, он на него отвечал. Да, просто уже третий сезон начинается, да. И каждый раз нас спрашивают, откуда берутся вопросы. У нас есть три таких плоскости, откуда берутся вопросы. Во-первых, слава Богу, наконец-то начали новосибирцы присылать вопросы. У нас есть вопросы из Новосибирска. Во-вторых, поскольку мы работаем с Москвой, у нас есть договор. Вы понимаете, что в Москву приходит огромное количество писем со всей страны. Что-то остается. И используются не все, да. Но есть вопросы, прошедшие от Борн, но не попавшие в эфир, но уже которые нельзя использовать. И они любезно предоставляются нам. Ну и, в-третьих, у нас есть авторская группа, которая и редакторская группа, которая уже смотрит, какой вопрос выбрать, как-то, может быть, его подправить, доформулировать. А в прошлом году мы еще задружили с белорусским клубом «Что-ли-когда» с телевизионным, который ведет Олесь Мухина. У нас даже и сектор «Что-ли-когда» Беларусь. Туда присылаются вопросы белорусского телевизионного клуба, даже те, которые будут в эфире. Но мы их играем раньше. Классно. Прикольно. Ну, потому что многие наши знатоки смотрят эфиры белорусского телеклуба в YouTube. Зато можно сравнить, что вот наши знатоки, допустим, не взяли, а те взяли и наоборот. Слушайте, а вот эта редакционная группа, которая фильтрует вопросы, может быть, где-то придумывает свои, из кого она состоит? Кто эти люди? Это их хобби или это их профессия придумывать вопросы? Кто они по образованию? У нас это, конечно, хобби. Это просто близкие-близкие теле… в нашей игре люди и так далее. Ну, а если говорить о Москве, конечно, это огромная редакторская группа, которая настоящий профессионал. В Минске, например, у Олеся Мухина тоже есть редакторы. Их там не так много, как в Москве, но это тоже профессиональные редакторы, которые занимаются только этим. После рекламы вернемся в студию, еще много вопросов гостям. Уважаемые знатоки, хочется добавить. Что-то испугалась? Да, страшный ты, внезапный. У нас в гостях Виктор Клевакин, Рената Ктуганов, соответственно, это генеральный директор и креативный директор элитарного клуба «Что, где, когда» в Новосибирске. Третий год они уже занимаются тем, что популяризируют эту замечательную игру, проводят замечательные сезоны и стараются сделать так, чтобы это ничем не отличалось от телевизионной версии. И было интересно и участникам, и тем, кто… И зрителям. Виктор хотел продолжить свой рассказ, почему зрителям быть тоже интересно. Вы знаете, да, и про атмосферу тоже. Вот пока вы говорили, я вспомнил, что у нас на финалы серии приезжают знатоки, и многие… Мы их тоже спрашивали, естественно, когда приезжают Олесь Мухин или Алена Повышева, мы говорим, ну как? И они говорят, ребят, классно, очень похоже, круто. Да, и некоторые… По-моему, Левин, да, говорил… Ну, в общем, говорили, что у вас интересно, здорово, похоже, но атмосфера еще, наверное, чуть более раскрепощенная, чуть более дружеская, чем в Москве. То есть команды там не сильно переживают по поводу своего положения в турнирной таблице, не сильно там… Не враги. Да, да. Вот именно это он имел в виду. Ну нет, там тоже не враги. Ну просто мы уловили вот эту дружескую атмосферу и между зрителями, и между командами. Ребят, спасибо, у вас классно. Вот. А по поводу зрителей, зрителям тоже очень интересно. Во-первых, как я сказал, потому что они тоже могут участвовать и отправлять свои ответы в СМС. Во-вторых, у нас довольно много зрителей ходит там, от 150 человек на игру в среднем. И понятно, что когда вокруг стола так же, как и в оригинальном формате все встают, там многим не видно, но у нас идет прямая трансляция на огромный экран на стене, и, соответственно, можно или подойти, постоять возле стола, как это в телеклубе происходит, или посидеть. А можно попить кофе там. Попить кофе там. Смотреть то, что показывают по телевизору. Да. Красивый процесс. А в итоге хрустальная сова, да, или 100 долларов, или книжки? Разно бывало. У нас есть хрустальная пластмассовая сова, которая, но нашего личного дизайна, потому что так довольно эксклюзивно, ни у кого таких нет, например, как у нас. А в прошлом году на финале, у нас все вопросы, ну на новосибирских зрителей только, которые, как в Москве, садились за стол, смотрели глаза знатокам, как на финале года. И у нас был приз лучшему зрителю, или лучшему знатоку, в зависимости от того, кто выиграет. Выиграли телезрители в прошлом году, 6-5, в очень драматичной игре. Прекрасная игра. Да, и мы подарили лучшему вопросу, человеку подарили большую советскую энциклопедию 72-го года выпуска все 30 томов. Коллекционное издание. Коллекционное издание. Коробочного хранения. Коробочного хранения. Прямо как раньше, классика. То самое. И, кстати, очень интересно было, мы ее выложили в большую советскую энциклопедию, это было, естественно, перед Новым годом, зал красиво оформлен, фотозоны, наша фотозона, что где, когда Новосибирск, ну и положили приз, что вот большую советскую энциклопедию сегодня кто-то получит, и неожиданно, это была самая популярная фотозона, все фотографировались с полным собранием большой советской энциклопедии. Но постоянные участники или непостоянные, все-таки вы замечали какую-то, ну не знаю, можно сказать, статистику, кто чаще всего участвует, кто эти люди, кому интересно быть в клубе что-нибудь и как-то? Зрителем или игроком? Игроком. Игроком, на самом деле, мне так кажется, интересно быть очень-очень многим интересно, просто некоторые боятся. Да, кстати, ну то есть многие спрашивают, когда, допустим, встречаются знакомые, незнакомые, а как к вам попасть? Да, вот, допустим, образовалась какая-то команда, да? И перед тем, как Ренат расскажет, как к нам попасть, я хочу сказать, что первый вопрос, как к нам попасть, рассказываем, например, вот в следующем сезоне будет возможность, и потом реакция, хотя нет, наверное, это же надо совсем умным быть, да нет, ну я, наверное, не потяну, и тут начинаешь рассказывать, что в общем потянуть может каждый, это очень интересно, если потренироваться и немножко вникнуть. Потому что это не викторина, там все, любые вопросы можно брать логическим мышлением. Знания, которые должны быть у нормального игрока студии, когда, ограничиваются, ну, телевизионного формата ограничиваются, наверное, девятым классом школы, не больше. Ну, это вселяет уверенность. Сейчас как-то плынут к вам. И вот теперь... Со справками со школой. Да, Настя успокоилась. Только с аттестатами приходите. В этом году мы придумали схему летней серии, у нас может заявиться совершенно любая команда, единственное, там ограниченное количество мест, и победитель летней серии попадет в осеннюю серию элитарного клуба «Что, где, когда?» Со всеми отсюда вытекающими возможностями. Вот. Летняя серия, она такая упрощенная для любителей, а осенняя... Не то, что упрощенная, там будет немного другая схема. Там все равно все будут играть за главным столом с волчком, но если кто-то смотрел клуб «Что, где, когда в Москве», по принципу карусели, когда играют две команды одновременно, команда садится и играет. Если она проигрывает телезрителям, она встает, садится следующая команда. Неправильно ответит. Неправильно ответит, да. И они играют по очереди, побеждает та, которая набирает что очко последний. Это очень зрелищно для зрителей и, может быть, тяжеловато для команд, но это очень интересно. Ну и опять же, в Москве тоже разные мнения по поводу этой карусели, но для зрителей это очень зрелищно. Вот. И вся информация, ну я же могу сказать, про конкурсную конкурсию. У нас есть группы в Фейсбуке «Летарный клуб «Что, где, когда, Новосибирск?», у нас есть группы ВКонтакте «Летарный клуб «Что, где, когда, Новосибирск?», и у нас есть вот недавно мы завели себе канал в Телеграме ЧГК-НСК. ЧГК-НСК русскими буквами. Там вся актуальная информация, в том числе там была информация о том, что сегодня мы будем на этом радио. Слушайте, но можете для наших слушателей и для новичков как бы подбодрить их и немножко им помочь, подсказать, что почитать, как подготовиться? Ничего не почитать. Надо посмотреть, что когда по телевизору. Да, конечно, нужно желание и на самом деле там хватает буквально, я не знаю, одной игры, чтобы понять вообще про что это игра. Вот когда дети играли, я даже один вопрос ответил. Ну это все равно несравнимо с тем, когда ты сам садишься за игровой стол. На самом деле. Это просто несравнимо. Это даже самые мощные, самые образованные, самые подкованные, но такие Новосибирска с огромным опытом, садясь в первый раз за стол, когда на тебя софиты, когда вокруг стоят люди, когда крутится волчок, когда играет эта музыка. Когда ты понимаешь, что ты там, голос за кадром. начинают ноги плыть. Совершенно. Ну, потому что не все привыкли к такому вниманию. Так что, может быть, тебе, может быть, проще будет. В этом плане, да. У нас, кстати, у нас играла команда моделей, и многие, там, не знаю, зрители, нет, просто зрители, там, какие-то знакомые и незнакомые, люди говорят, ну, модели, ну, сейчас придем посмотреть на это фиаско. Не поверите, команда чуть не выиграла, они проиграли 5-6, и в том числе из-за того, что они сразу не стеснялись. То есть, для них, они не испытали стресса от того, что они в центре зала у волчка и так далее. И просто сразу... Всем моделям играть? Вам будет проще? Кстати, да, они недавно звонили и спрашивали, а будет ли игра? И, скорее всего, возможно, будет. Есть у вас какой-то сейчас в памяти, в краткосрочной, быстро вспомнить, какой-то самый крутой вопрос из последних, который был заданным. Может быть, с финала, да. Ну, с финала там... Который вас впечатлил даже. Я пока поговорю, пока... Да, я вспоминаю. Потому что это как у юмористов спрашивать, расскажите анекдот. Прошутите, да. Да, ну, там просто были вопросы интересные, сложные и даже вопросы обсуждаемые, до сих пор вокруг которых кипит полемика, и нам это очень нравится. Можете вы его озвучить. Но я... Они с картинкой. Они с картинкой. Они с картинкой. Самое интересное – это картинки. Ну, не то, чтобы самое интересное. Вопросы совершенно разные. Самые спорные. Есть видеовопросы. Нам, зрители, записывают вопросы. Это очень приятно, когда, не знаю, Новосибирец куда-нибудь выехал в путевку, увидел что-то интересное, записал видеовопрос, потом пришел на нашу игру, прислал нам видеовопросы. Это работает, и это здорово. Настя, надо организовывать команду и просто идти. И ехать в турпутевку. Эфирное время, надо сказать, ограничено. Хорошо. Хорошо, так... Как и обещали, ни один гость из этой студии не уходит, не рассказав забавную историю из жизни. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, история была такая, связанная с игрой. У нас играла команда Гасплина Грехова, которые, кстати, будут играть 21 марта. И единственный вопрос... Они выиграли 6-1 очень легко. И единственный вопрос, на который они не ответили, задавал наш знакомый Сергей Ершов с «Уральских пельменей». Он где-то вычитал факт, прислал нам его, моего проверения. Действительно, есть ссылка. Про ортодоксальных евреев, про хасидов. Почему им нельзя... Точнее, им ничего по субботам нельзя, ну, как любым евреям ортодоксальным. Но можно играть в футбол, если это ради удовольствия, а не ради заработка, и только на искусственном газоне. И вот был вопрос, почему на искусственном газоне. Это был единственный вопрос, на который они не ответили. Ответ был такой, что, когда ты играешь на естественном газоне, ты можешь нечаянно взрыхлить землю ботинком, и это будет считаться, как будто ты занимаешься землей пашистой. Вот. Они на это не ответили, ничего не сказали, ушли после игры. Но очень так напряглись, да. Ушли после игры, и потом скидывали... Ну, мы как бы дружимся. И потом скидывали видео, как, значит, нашли телефон, сам Господин Грехов нашел телефон какого-то главного хасида Москвы. Они позвонили ему, сказали это так, он сказал, нет, конечно, что это за ерунду мне рассказывать. Вот. После чего прислали это видео, я ничего не знаю, Гершов нашел доказательства в каком-то журнале, все нормально. Но, тем не менее, сам уровень... Уровень... Проверки... Подхода, да, что они нашли самого главного хасида Москвы, да. Позвонили и выяснили. Ну, может быть, это был главный хасид в России. Может, и Россия. Эта история учит упорству. Спасибо большое, что пришли. Еще раз нас в гости.